Спасибо, Вера, что нашла время и на второй эфир. Вера, если есть уже какие-то вопросы по поводу марафона, можно задавать? Да, можно. Давай, сейчас отправлю этот эфир нашим друзьям. Кому может быть интересно участие. Ну, вот так примерно. Так, ну что, еще подождем пару минут. Сегодня у нас интересная тема будет раскрыта. И очень интересные бонусы для тех, кто это смотрит до конца. Как настроение? Прекрасное. В Омске уже, наверное, много снега. Очень. И уже не тает. Снег ложится на мой день рождения, и да, уже не тает. Прекрасно. А у нас пока дождь со снегом. Вам не так весело, как нам. Ну да, сегодня с утра было солнечно, а вот сейчас под вечер прямо. В связи с тем, что минус 9, ребенок не может играть в снежки, потому что снег не литит. Если было 0 градусов, он бы лит. Понятно. О, Ритуля, привет. Вера тоже говорит, у нас тут тоже засыпало снега. Ух ты. Может, это до нас дойдет. Может быть. Так, ну что, давай начинать. Кто-то посмотрит записи начала, и кто пропустит. Итак, сегодняшний эфир, он как продолжение предыдущего эфира, который мы проводили два дня назад. И он посвящен нашему совместному марафону «Сакральное изобилие. Переход». Мы этот марафон проводим раз в год, в ноябре-декабре. И как раз год назад 27 участников, я сегодня посмотрел, как раз были в разгаре марафона. Вот, заканчивалась как раз первая часть, и потом через небольшой промежуток многие пошли и во второй этап. Я напоминаю, в этом году у нас 21-дневный опыт. Вот, то есть, мы взяли самые лучшие инструменты, дары, практики, которые наработали, в том числе и в этом году, да, и скомпилировали их, и включили в новый марафон. Вот, тем более, что я сегодня посмотрел, да, он будет проходить в период коридора затмений. У нас, получается, с 30 ноября, значит, лунное затмение, а 14 декабря солнечное. Вот, и у нас, получается, первые две недели марафона пройдут прямо в коридоре затмений. Это прекрасно, потому что коридор затмений – это самое лучшее время для трансформации. Итак, на прошлом эфире мы говорили про то, что такое изобилие. Каждый делился своими ощущениями, да. Мы говорили про то... Давай, как бы, те, кто сейчас присоединился, и кто не был в прошлый раз, давайте вы тоже напишите, что такое изобилие. Для вас. Для вас, конечно, да. Конкретно для вас. Не вообще в общих чертах, что такое изобилие, а что такое изобилие для вас. Мы сейчас начнём рассказывать вообще про программу курса, что вас ожидает непосредственно на нашем марафоне. Да, кто нас не знает, но я думаю, что все нас, наверное, знают, кто присоединился, да. Да, мы два проводника в мир сакральной геометрии. Вот. Мы сотрудничаем уже больше двух лет и провели немало вместе мероприятий, именно связанные с использованием сакральных входов голландского художника Яноша. ведём игру «Сакральный путь». Вот. И у нас вместе в сотворчестве родилось много форматов проведения разных марафонов. Любовь к себе, и сакральное изобилие, такой трёхдневный формат, да, к тому, где мы работаем. Что? Последний марафон был «Ловец снов». Да, «Ловец снов», кстати, да, тоже. Вот. Поэтому, так как мы оба игропрактики, да, мы используем игровые технологии, а не просто рабочие инструменты, да, то есть превращаем всё это в игру и получаем, и наши участники получают очень замечательные результаты. Вот. По дизайну человека, если кто знаком, да, мы оба проекторы, Надежда – интуитивный проектор, я – эмоциональный. Вот. И если не знаете, да, то проводники, проекторы, они являются лучшими проводниками в плане того, что мы фокусируемся всегда и подсвечиваем игрокам, участникам, да, именно то, что им важно и актуально в данный момент времени. То есть мы не просто транслируем информацию, да, мы здесь для вас. Так, у меня тут дети пытаются зайти, но ничего страшного. Так, никто пока не пишет, что такое изобилие. Видимо. Ну, просто некоторые присоединились, да, и поэтому... Хорошо. Ну, ладно, мы будем разговаривать. Так, и марафон, который мы затеяли в этот раз, он очень мощный, трансформационный будет, да, но при этом будет с вплетением очень интересных игровых фишек, о которых мы даже еще до конца не знаем, да, у нас есть идеи, посмотрим, как это все реализуется. Сам марафон начнется основной с 1 декабря, продлится 21 день, вот, но будет 4 дня подготовки. Вот, поэтому мы регистрируем, регистрация у нас заканчивается 25 числа, да, уже с 27 начинается знакомство и, в общем, постепенное погружение. Также в конце у нас будет бонусный день, но пока мы еще не знаем до конца, что это будет, да, но мы всегда даем больше, чем заявляем. Поэтому и есть, кстати, принцип изобилия, да, давать всегда больше, чем планируется. Нужно просто еще осветить тот момент, что мы не знаем не потому, что мы не знаем, у нас вариантов очень много, мы не знаем, потому что мы это делаем индивидуально, как бы под заказ группы. То есть вот когда будут полностью группы укомплектованы, тогда мы уже будем точно простраивать программу в процессе. То есть у нас каждый блок будет каждых три дня корректироваться нами. Да. Это вот, кстати, очень классная тема, да, когда ведешь марафон в потоке, когда основная канва есть, да, но вот детали, они фактически рождаются прямо накануне следующего дня. Вот. Поэтому я сам люблю очень этот формат. Ну, это с удовольствием мы его проводим. Так, ну что, структура у нас марафона такая, да, то есть мы первые девять дней будем расчищать завалы. Завалы внутренние и внешние. Это все у нас напрямую связано, да, то есть если у нас дома завалы, да, то где-то внутри нас тоже очень много ментальных завалов. Вот. Поэтому мы начнем изнутри, вот, продолжим во внешней форме. И на это уйдет примерно где-то 10 дней. Вот. Этот процесс будет такой трансформационный, то есть мы будем давать определенные практики. Вот, кстати, на прошлом эфире мы уже говорили про родительские и социальные установки, да, но в марафоне это будет соединяться с кодами сакральной геометрии. А коды, они как раз дают энергию, да, то есть они запускают нашу внутреннюю трансформацию. Также нужно не забывать про то, что когда идет трансформация, для того, чтобы она была максимально эффективной, нужно учитывать три составляющие. Тело, разум и душа. Когда все три составляющие включаются, тогда вы развиваетесь гармонично. И наш марафон, он также будет отражать все три составляющих. То есть мы будем давать пищу для ума, мы будем давать какие-то задания для тела физического, да, ну, то есть как бы на изменения, да, в пространстве физическом. И также на духовном плане, то есть основным инструментом это, конечно, будут коды Яныша. И опять-таки, Данила, я попрошу тебя еще раз рассказать, что это за инструмент, потому что я понимаю, что большинство, может быть, знают, да, но кто-то не знает, поэтому расскажи, пожалуйста, что же такое коды Яныша. Коды сакральной геометрии, они, это ключики к нашей ДНК, да, то есть они распаковывают те запасы, как скажем, контейнера энергий, да, которые есть у нас в теле, в нашем физическом теле, энергетическом теле, да, вот, то есть когда мы сонастраиваемся, мы получаем доступ к той энергии, которая нам необходима в данный момент. Инструмент довольно трансформационный, я с ним работаю уже больше 13 лет, при этом он очень мягкий и эгологичный, да, то есть это такая скоростная эволюция нашей души. Есть ли какие-то... Кошка чихает, подтверждает мои славы. Можете спросить по поводу, есть ли какие-то ограничения по поводу работы с кодами? То есть есть люди, которым нельзя работать с кодами? Ну, да, есть люди, да, у которых были травмы головы, вот, серьёзные травмы головы, сотрясения, вот, и эпилепсия, да, то есть коды, так как коды очень высоко, ну, как бы повышают очень сильно наши вибрации, да, они могут, соответственно, привести к тому, что у человека могут какие-то вещи, ну, скажем, вызывать болезненные ощущения, вот. То есть если травмы, допустим, исцелены только на физическом уровне, да, но где-то на уровне психосоматики, на уровне энергетики, да, ещё вот остались они в теле, да, то коды могут, соответственно, ну, противопоказаны, я бы так сказал, да, потому что были случаи, когда люди приходили, мне не рассказывали о том, что у них были такие истории, да, вот, и потом просто испытывали болезненные ощущения, я говорил просто, давайте, прекращайте уже работу с кодами, да, можете делать другие практики, но это для вас на данном этапе не ресурсно. Смотри, вот каждую неделю ты выкладываешь коды, и вот если человек без сопровождения проходит, есть ли какие-то дополнительные меры для того, чтобы гармонизировать состояние? То есть он впервые начал работать, у него, не знаю, разболелась голова. Что делать в этой ситуации? Ну, обязательно рекомендация, да, пить больше воды, то есть у нас вообще на протяжении марафона, да, нужно будет пить больше воды, ну, для того, чтобы наше тело легче адаптировалось к этим энергиям. А вот дальше обязательно призывы, да, то есть у нас перец и настройка, и так как у нас групповая будет работа, да, то, естественно, энергии будут мощнее, да, мы делаем определенный призыв на то, чтобы наш процесс произошел наиболее мягким экологичным способом для нашего тела. Вот, естественно, что так как вы будете давать обратную связь, да, мы будем вас ввести, и если будут какие-то необычные ощущения, да, мы будем вас корректировать, ваш процесс, да. Ну, допустим, вот между активациями, да, нужно делать перерыв 8 часов обязательно, да. Бывают люди, которые там по 3-4 активации в день делают, и потом удивляются, что это я так лежу пластом, да. Просто нужно понимать, что каждая такая активация, она как бы, ну, для тела может быть довольно трансформирующей, вот. В любом случае, да, то есть в нашем намерении, да, что все пройдет гармонично для группы и для каждого участника. Я знаю фишку еще про соль. Скажи. Ну, вода и соль, соляные ванны, они заземляют. И если вот после работы, да, то есть годами, то есть есть какие-то симптомы, да, человек, то есть слишком так, скажем так, поднялся энергетически, да, тело не совсем, может быть, еще подстроилось, да, и для того, чтобы гармонизировать. Вода вообще, она же смывает, да, то есть соль, она вытягивает, все негативно, то можно вечером принять ванну соль, а если нет такой шикарной возможности, можно хотя бы в тазик набрать в ванну, воду, соль и ручки-ножки туда опустить. Заземление очень важно, вот, соль очень хорошо заземляет, заземляет также тяжелая пища, да, то есть мясо, если кто-то мясо не ест, да, корни плода обязательно, красного цвета, вот. Ну, в любом случае, все будет как нужно. Так, немножко про, еще про регламент, да, значит, мы будем, помимо того, что расчищать внутренние ментальные завалы и внешние, да, мы будем закрывать незакрытые отношения, часто незакрытые отношения, они затягивают, забирают у нас очень много энергии, и это тоже влияет на наш денежный поток, ну, и не только на денежный, на любой поток изобилия. Вот, а также, помимо работы с родительскими и социальными установками, да, мы будем формировать новые отношения с деньгами. Вот, это будет такая очень глубинная практика, когда мы практически прописываем для себя новую программу, вот. Это уже начнется во второй части марафона, как раз с портала 12.12, да, это очень мощный будет портал, и он как раз придется на середину нашего, ну, примерно на середину нашего марафона. Вот, ну и дальше мы будем наполнять себя, да, то есть уже работать с привлечением изобилия, свою жизнь, активации скрытых ресурсов, выход за пределы ограничений, вот. И в конце будем закреплять полученный опыт. Вот. Для этого будут специально коды подобраны, специальные активации, да, ну и специальные задания на каждый день, вот. Ну, практически на каждый будут дни, естественно, на интеграцию энергии, да, на отдых, да, для того, чтобы все было с удовольствием, во благо и гармонично. Данила, расскажи, пожалуйста, мы сегодня заявили подарки. Какой сегодня будет подарок для участников нашего прямого эфира? Для тех, кто досмотрит наш эфир до конца, вот, мы приготовили активацию с одним волшебным кодом, и она вообще закрыта, активация, да, ну, то есть недоступна в свободном доступе, но только для вас мы пришлем. Вот. Для этого нужно будет, опять же, в личку написать запрос. Мы работаем только по запросу, да, то есть мы не навязываемся никогда, но стараемся не навязывать свое, знаете, добро причинять. Вот. Поэтому обязательно нужно будет в личку мне или Надежде написать, и мы попришлем ссылочку на активацию. Хорошо. Вы сможете прочувствовать энергии сакральной геометрии уже сейчас до марафона. Хорошо. Если вернуться все-таки к нашей программе целостном, да, изначально просто концепция какая-то, для того, чтобы прежде чем что-то наполнять и расширять денежный поток, нам нужна емкость, в которой все это, да, наш сосуд, скажем так, его нужно залатать, да, то есть расчистить, да, и убрать энергетические, ну, скажем так, дыры, да, куда вытекает энергия. Думаю, она у нас смеется насчет чего. Скажи, мы тоже посмеемся, что смешно. Так, значит, и следующий момент, да, вот уже когда есть емкость, когда есть целостность, тогда уже можно расширять и наполнять. Просто очень многие, ну, вот сейчас я смотрю, какие-то тренинги, еще что-то, да, то есть они идут как раз про то, что давайте расширим, давайте емкость делаем больше, да, но очень, как бы, забывают именно о том, что сначала, прежде чем что-то наполнить, нужно подготовить, да, площадку для того, чтобы это стало, ну, основательно и качественно. Вот, мы все-таки за экологичность процессов, да, за то, чтобы при минимальных каких-то усилиях человек получал максимум результат, и у нас уже есть определенная технология отработанная, которую мы готовы поделиться с вами. Да, тот, кто с нами пойдет по максимальному тарифу, у нас есть тарифовое участие, да, вот у нас есть VIP-формат, да, то есть мы будем с этим человеком работать до результата. И, кстати, тоже один из бонусов тех, кто сегодня прямой эфир досмотрит, и потом в течение 48 часов, то есть за выходные, да, платит участие по этому тарифу, да, то есть Надежда проведет специальную сессию, которая стоит, в общем-то, недешево, прямо скажем, в жизни, вот, но для вас будет как бонус по колесо баланса. По колесо баланса. Я рассказала уже непосредственно про нее, да. Ну, просто смотрите, так как я сопровождаю людей, да, до доведения их определенного результата, всегда стратегическая сессия начинается в работе со мной, именно с того, что мы заполняем вообще колесо баланса. Потому что, смотрите, если вам сейчас кажется, что в данный момент времени у вас, ну, там западает, например, только денежная сфера, да, соответственно, когда мы заполняем колесо баланса, во-первых, что происходит? Где фокус внимания, там и сила. То есть вы начинаете вообще подсвечивать многогранно всю свою жизнь. Потом вы смотрите, да, сами оцениваете, то есть, ну, если брать коучинговый метод, то вы оцениваете по шкале от 1 до 10, насколько у вас качественно эта сфера проработана, и, соответственно, видно, где что-то западает. То есть колесо баланса, соответственно, чтобы жизнь была гармоничной, да, то есть оно должно, как бы, быть равномерным, да, там, либо там все шестерочки, там, либо восьмерочки, да, либо там четверочки, ну, даже если на четверочке, на четвертом уровне, если оно все кругленько, равномерно, соответственно, есть некая гармония, есть целостность. Когда же, например, деньги, там, например, на троечку, там, работа, да, все нравится, все хорошо, там, например, на восьмерочку, здоровье, там, опять, например, на троечку, понимаете, да, то есть как бы колесо уже не едет равномерно. И я предлагаю в подарок, кто идет сегодня на ВИП, да, платит сегодня, завтра, получается, суббота, воскресенье. Мы даем два с половиной дня на принятие решения. Кто идет на ВИП-тариф, тот получает сессию по колесу баланса на метафорических картах в подарок. Что это вам дает? Во-первых, просто через метафорические карты выкладывая, да, то есть определенные области, вы видите вообще реально картину, то есть, например, вам кажется, что со здоровьем все прекрасно. Очень часто так было, да, человек говорит, да, не, все хорошо у меня. Мы достаем карту, а там не очень. А он говорит, ну, хорошо, просто давай, пиши карту. Он начинает описывать карту, и смотрите, то есть метафорические карты – это просто мой самый любимый инструмент, про то, что вы смотрите, описываете, отвечаете на обычные вопросы, да, и достаете с подсознательного уровня на сознательный уровень информацию. Как это происходит? То есть мы в прошлом эфире проговаривали этот момент по поводу того, что оперативная память у нас небольшая, вот. Тоже не очень хорошо, да. Я с тобой согласна, ну, если оно все кругленькое, то оно лучше, чем когда оно вот такое в раздрайве. Оперативная память, да, то есть мы выгружаем определенную информацию. Вот когда мы проговариваем, вроде бы проговариваем про карту, да, но у нас ассоциируется, происходит контакт, да, нашего сознательного и бессознательного. И мы глубже гораздо можем посмотреть на тот или иной, ну, как бы, аспект, да. Так вот, то есть когда происходит активация карты, человек начинает вдруг оснать, то есть он туда уже, ну, полноценно начинает погружаться, да. Я задаю определенные вопросы, и он осознает, например, что да, действительно, то есть он просто не замечал в процессе работы, самореализации, то есть ему все нравится, да, то есть дом, семья, дети, там, работа, общение и так далее, и, ну, часто проекторы как раз этим страдают, да, то есть они для всех, и они забывают, как бы, ну, обратить внимание на себя. И получается, что они как загнанная лошадь, да, то есть пока уже не упадешь, то есть организм, он устраивает прям такие специальные штуки, да, но раз ты не отдыхал, ну, вот давай, то есть как бы вот сейчас ты лежишь и отдохнешь. И для того, чтобы вот это иметь осознанное, да, понимание, то есть мы раскладываем все сиделы по колесу баланса, и вы смотрите, все ли у вас прекрасно в каждой из областей. Мы задали в начале эфира вопрос по поводу, что такое для вас изобилие, да, и как раз, то есть будет расклад, да, то есть изобилие в самореализации, изобилие в денежной среде, изобилие в состоянии здоровья, изобилие в отношениях с друзьями и родственниками, изобилие относительно личных отношений, изобилие в плане саморазвития, изобилие в плане отдыха и развлечений и изобилие относительно условий вашей жизни. То есть выкладывается опять-таки, если у вас там все прекрасно, я буду только счастлива. Но если будут какие-то карты не очень, или которые вам не нравятся, да, соответственно, нужно будет обратить на это внимание. Исходя из колеса баланса, человек может понять вообще, если он обратит внимание на одну из сфер деятельности, то автоматически подтягиваются другие. Я как коуча, да, который работает уже 4,5 года с людьми, понимаю, что, например, если человек приходит с запросом отношений, когда у него гармонизируются отношения, у него улучшается здоровье, у него 100% улучшается финансовый вопрос, у него улучшается, например, пути саморазвития, да, отношения с другими людьми. То есть вот только, да, одну, как сказать, одну сферу подтянули, и она за собой, да, тянет другие. Вот мы будем как бы осознавать тоже, да, то есть вот этот вот принцип, какую сферу, если мы в первую очередь обратим внимание, да, с какой сферой стоит проработать для того, чтобы все остальное более-менее сгармонизировалось. Вот. Я ответила на вопрос или что-то еще рассказать? Прекрасно, я просто вспомнил нашу с тобой сессию. В самом начале знакомства, буквально где-то через два дня после знакомства, да, Надежда мне проводила такую сессию, тоже на метафорических картах, да, я был очень прям восхищен, как она это делала, как она это проводила, да, и, собственно, тогда, наверное, где-то уже внутри приняла решение, что я хочу с этим человеком вести совместные проекты. Вот. Но, в общем, мое желание реализовалось, и, по-моему, оно принесло даже много-много радостей, в общем, трансформации другим людям. Потому что 1 плюс 1 равно 11, а в некоторых случаях 111, как я говорю, да, потому что каждый мастер со своими дарами, да, он по-своему прекрасен, да, но когда это создается синергия, причем мужского и женского, да, это увеличивается в разы эффект. Так, еще хотел сказать вот о чем. Мне сейчас пришла идея, просто вот в процессе эфира, да, вот родилась идея, такого тоже бонуса, да, вот неважно, по какому тарифу вы зайдете в наш марафон, да, но примите решение в ближайшие 2 дня. Вот, я приглашу вас на онлайн-игру «Сакральный путь». Буквально на днях запустили платформу профессиональную, вот, и теперь на ней проводим эту игру, то есть из любой точки мира можно играть. Вот, эта игра обычно стоит, ну, где-то в районе 4 тысяч рублей, вот, но я готов пригласить вас на групповую игру, вот. Поэтому такой дополнительный бонус. Без оплаты? М? Без оплаты? Ну, как бонус, да, тем, кто присоединится к нам в наш марафон в течение ближайших выходных. Это приятно. Реально, мы такой подарок не готовили. Сейчас родилось просто, да. Так, что еще? Да, вот нам тут пишет Оля, хозяйка турбазы «Благодать» на Алтае, да, куда мы едем с группой в июле следующего года. Вот, кстати, тоже наш, один из наших мастеров, который сегодня проводил сакральный флешмоб с кодами Грааля. Это тоже сакральные коды Яноша. Вот, я наблюдал, как Оля запускала этот процесс. Так что, да, и тоже идет теперь игра на новой платформе. Так, ну что, задавайте нам вопросы, мы поотвечаем. Сколько у нас времени? Давайте скажем еще пока про вторую часть еще марафона. Я тебя немножко перебила по плодовщей концепции. То есть после того, как мы очистили пространство, мы начинаем его наполнять. Да, мы наполняем. Но я уже сказал, да, что я заранее не хочу сейчас раскрывать, да, какие у нас будут активации. Возможно, вообще поменяются, да. Мы просто говорим про концепцию, да. И просто что это даст тоже, да. То есть имеется в виду, что, смотрите, даже если мы расчищаем пространство для того, чтобы впустить изобилие в вашу жизнь, да, на самом деле, кроме изобилия, у вас придет еще что-то, да. Ну, то есть как бы святое место пусто не бывает. Например, когда вы расчищаете на физическом уровне, то есть вычистите, например, гардероб, да, там обувь, там детские игрушки, еще что-то. Вот поверьте, вот у меня просто в моей жизни так. Я только вынесу пакеты, мне тут же заносят их. Или, например, когда вы чистите контакты в телефоне тоже, да. То есть вы понимаете, что с этим человеком мы там не общались последние 2-3-4 года, то есть, ну, то есть контакт бесполезный. То есть он все равно в вашем пространстве, понимаете, занимает определенное место. И поэтому периодически нужно проделывать, да, чистки не только дома, да, физически, но и также контакты, электронная почта, фотографии, да, которые в телефоне тоже уже не имеют актуальности или еще что-то, да, то есть вы тоже это зачищаете. Так вот, когда, то есть происходит вот эта расчистка пространства, да, то есть приходит не только, ну, там, новая одежда, да, новые контакты, да, но новые возможности. Потому что вы как бы во вселенной заявляете, вот смотри, я тут почистил все, я готов принять новое. И к тому же у нас будет расчистка тоже по определенным методам, что, скажем так, даст дополнительные бонусы для вас. Да, совершенно верно. Пишет. Да, да, Оленька у нас первая зарегистрировалась, поэтому она уже у нас, да, взяла. Вот, поэтому все бонусы собирает. Все, что у нас мы в эфире сейчас раздаем. Надо просто так же проговорить моменты, каким вы придете, да, то есть результатом. Смотрите, например, в тот момент, когда мы работаем с ограничивающими убеждениями, вот, смотрите, ваша призма, ну, грубо говоря, восприятие, да, у каждой из нас обладает определенной призмой восприятия. И в зависимости от того, что у вас было в роду, да, например, кто вас окружал во время взросления, значимые люди, да, были успешны или неуспешны. В зависимости от этого, то есть, ваша призма восприятия, она, скажем так, такая, несколько, ну, не совсем чистая, да, чистое к восприятию. Так вот, когда вы начинаете расчищать, да, то есть эту призму, то есть в вашей реальности вроде бы все происходит то же самое, но вы начинаете видеть возможности по-другому. То есть, если раньше вам казалось это ерундовая какая-то возможность, предложение, да, то когда чисто признавое восприятие, оно чистое, да, то есть вы уже подходите к этому по-другому. Вы просто смотрите, когда есть ограничивающие убеждения, например, по роду, то есть родительские установки, да, когда вам дают, реально делают классное, выгодное предложение, а стоит установка «деньги – это зло, не дай бог», то есть вы даже не видите, потому что ваше подсознание вас уберегает, да, от угрозы, что деньги, то есть не дай бог, то есть будет зло, да, и поэтому вы даже этого не видите. Поэтому люди, которые прорабатывают свои установки, они не только касаются денег, а вообще, да, в любых отношениях, ну, то есть как бы восприятие мира, да, вы уже совсем по-другому начинаете видеть, вибрировать, да, и выходите. Также в прошлый раз, в прошлом эфире, мы оговаривали такой момент, как окружение. Очень важно ваше окружение, то есть смотрите, если вокруг вас люди, которые постояют на ной, постоянно жалуются, постоянно кого-то обвиняют, ругаются, так, что там еще у нас, стыдятся, да, то есть подстраиваются, то есть эти люди находятся в низких вибрациях, и, соответственно, волей-неволей, как, знаете, есть такая поговорка, свежий огурец в рассоле просаливается, да, то есть вы волей-неволей все равно, ну, пропитываетесь, да, то есть той обстановкой, той атмосферой, которая у вас вокруг, у вас есть. Соответственно, меняйте окружение, да, стремитесь к лучшим людям, тем, которые вам нравятся, которые развиваются, которые добиваются определенных результатов, да, которые к жизни относятся играючи, с юмором, там, не знаю, то есть, понимаете, самое лучшее вообще, да, реагирование, то есть если что-то в вашей жизни происходит, то есть вот если у меня идет какая-то утечка денег, говорю, слава богу, что деньгами. То есть это самое, как минимальное, да, деньги – это универсальный эквивалент, и когда вы легко так относитесь, деньги к вам легче приходят. А когда вы начинаете расстраиваться, да, опять-таки вы понижаетесь по вибрациям, а деньги кого видят? Деньги видят энергетически наполненных людей, деньги идут к людям, которые занимают взрослую жизненную позицию, да, не ребенок, который обиделся, да, а именно взрослый, то есть он подумал, сказал, сделал. То есть его мысли, да, то есть сразу же реализуются в определенные действия. То есть это очень важно, да, подумал, сделал, то есть вот этот промежуток между этими двумя составляющими, он должен быть минимальным. И я заметила, что большинство именно успешных людей, то есть вот если к ним обращаешься с какой-то просьбой, то есть буквально тут же это делается. То есть если, ну, это вот прям сиюминутное дело. Если это требует какое-то время, то есть тоже за минимальное количество времени это реализуется. Понял, я есть что добавить, я просто, мне кажется, ты хочешь что-то сказать. Я сейчас подумал про то, что вот наша практика, которую мы придумали, да, сакральный соляр, она прям вот в тему сакрального, в тему колеса баланса, да, она настолько вот действительно ресурсная, да, вот представьте, вот у вас день рождения, да, и вы закладываете в течение первых 12 дней и после дня рождения, да, себе фундамент на 12 месяцев, вот. И помимо того, что можно просто осознанно проживать, да, и замечать, что у тебя происходит в этот день, да, потому что, как правило, это будет потом проекция, и тоже те же события так или иначе развернутся в ближайшие 12 месяцев, да, можно еще осознанно проживать вот с помощью кодов. То есть мы вот индивидуально эту практику проводим, да, то есть каждый день, да, то есть для конкретной сферы даем настройку и выкладываем код, да, и получается, что 12 сфер, даже вот в стандартном колесе баланса 8, а мы 12 сфер прокачиваем таким образом, да, то есть и как бы человек все 12 дней повышает частоту в каждой сфере. Представляете, вот колесо баланса измерить до того, да, до начала и после, да, что произошло. И потом очень много отзывов, да, когда люди прожили год, да, каждый месяц там, допустим, осознанно сверяя, да, как они прожили первый день соляра, так они прожили первый месяц, да, как они прожили второй день, так они прожили второй месяц. Кто-то прям берет и с этим кодом целый месяц работает, вот, то есть осознанно, да, и год совсем другой, то есть он проходит совершенно не так, как раньше, да, там, ну, как прожил 12 дней, так и прожил, да, не заметил даже, а здесь осознанно прожил. Да-да-да. Это как раз в точку, да, про колесо баланса очень здорово. Это больше такая индивидуальная практика, да. Вот, потому что день рождения у каждого солнца встает ваш знак, да, то есть уникальное время, уникальную дату, уникальный час, вот, и именно в этот день запускается ваша, как бы, новая программа на год. Вот. Такую практику мы тоже проводим. Нет, ну, также соляры можно, например, как раз в портальные периоды, да, например, с 11-11 по 21-12, как раз когда идут вот эта вот смена энергии, да, то есть вы можете тоже прожить коллективно, да, то есть все это тоже определенное есть время, потому что, ну, возможность, скажем так, и в общем коллективном поле, это, конечно, вот у нас как раз Ольга будет сейчас проводить коллективный соляр. Да, да, с 21-го как раз, по-моему, числа, как раз когда закончится сакральный изобилие, она на этих энергиях запустит коллективный соляр, да, это прекрасно. Если время не знаешь, есть астрологи, да, уже давно придумали, как восстановить время рождения. Есть такая техника, или как, я не знаю, правильно назвать, когда вы заполняете определенный чек-лист, да, то есть пишете, когда у вас в какие года там произошли определенные события в жизни, и от обратного, как бы, так как в нашей натальной карте уже все события записаны, да, то есть на основании вот этого списка вам астролог восстанавливает ваше точное время рождения. Вот, ректификация называется. Можно погуглить, посмотреть, да, где-то есть автоматические системы, которые это делают, да, но лучше это сделать с хорошим астрологом. Более по правилам у них сакральный соляр начинается с 27-го. Окей, хорошо, ладно. Поранее. Так, хорошо. Ну что, если у вас нет вопросов, да, мы тогда можем завершить эфир. Единственное, может быть, хотелось бы еще отразить по поводу результатов людей, которые, ну, прошли в прошлом году, например, сакральный соляр, и у нас тут участница была с самого начала, не знаю, сейчас она в эфире или нет, да, так вот у нее этот год ознаменевался тем, что она оставила свое прежде место работы, нашла себя в творчестве, начала путешествовать, начала путь в Сантьяго, но в итоге в связи с коронавирусом не прошла, вернулась, да, и в итоге, то есть очень много в ее жизни интересных событий, ну, то есть вообще, то есть вот про девушку Данила в прошлом эфире рассказывал, ребята у нас в Питере, например, купили себе недвижимость на Кипре, тоже, то есть, ну, то есть много разных таких интересных, то есть вещей, да, то есть кто-то поменял работу, кто-то нашел дополнительные источники заработка, кто-то обучился какой-то новой технике, и теперь как мастер начинает ее реализовывать и проявляться, да, проявляться через нее, вот, и, ну, то есть ребята все чудесные, и результат у них тоже, то есть единственное, что, понимаете, каждый вообще, ну, получит от сакрального изобилия что-то свое, то есть не даром марафон назван сакральное изобилие, да, просто именно ваше внутреннее изобилие, что для вас, да, для кого-то это могут быть отношения, для кого-то это финанс, для кого-то это состояние здоровья, для кого-то это самореализация, то есть все, что угодно, да, то есть может быть именно ваше сакральное изобилие, а где фокус внимания, там и все, понимаете, вы в коллективном пространстве 21 день будьте целенаправлены, думать о своей цели, делать определенные шаги для ее реализации. В конце марафона вы также наметите шаги на дальнейшую свою деятельность. Также мы вам дадим метод, методику, через которую вы сможете согласовывать свои шаги с вашим подсознанием, а это гораздо эффективнее, потому что игры разума, то есть они нас уводят от истинности, то есть к тому же какие-то догмы, общества. И вот когда вы идете в саму глубину, в саму суть, вы гораздо быстрее, короче преодолеваете путь, место назначения из пункта А в КГБ. Да, и любая вообще практика, которую делаешь в течение 21 дня, она закрепляется в нас намного глубже, чем если мы делаем какую-то практику 3 дня, неделю. 21 день – это такой минимальный срок для того, чтобы закрепить следующий срок 40 дней, 100 дней. Я как-то проводил марафон «100 дней исследования своему сердцу». Открытый бесплатный марафон. Мне просто было самому интересно его пройти, но так как когда ты один, так дисциплину особо сложно соблюдать, особенно для меня, поэтому я приглашал людей. И просто каждый день публиковал на Фейсбуке и на своем сайте «Выбор сердца», как я проживаю этот день. Я помню, значит, присоединились люди, тоже стали делать какие-то вещи. То есть я давал просто настройку на день. И это было, конечно, потрясающе. Потом ты уже настолько вошел в этот марафон, что он не мог остановиться. Я даже не помню, прошел ли я в итоге его за 100 дней, ну то есть умудрился ли я все 100 дней продержаться. Но я точно помню, что ты записывал там «День 56-й», и так оглядываешься назад. Ого, то есть такой путь уже пройден. И вот это действительно сейчас, как Надежда сказала, ты фокус все время держишь на этом, на следовании своему сердцу. То есть ты каждый день отслеживаешь какие-то события, ты каждый день направляешь там любовь в определенную область. Ты каждый день там направляешь любовь на себя. То есть все начинается с любви к себе. Кстати, тоже один из ключей в нашем марафоне будет это раскрытие любви к себе. Потому что только наполнившись изнутри, ты можешь отдавать за это мир. Поэтому будем рады, будем рады новым участникам, у нас собирается прекрасная команда. Светлые очень люди. Ну, собственно, подобное притягивает подобное, поэтому вы не попадете точно в какую-то там историю, где вам будет очень тяжело и плохо. Значит, по тарифам, да, у нас остается еще пару мест на экономный тариф, да. Экономный тариф, он включает в себя просто задание, вот, без обратной связи, да. То есть вы сами работаете с запросом, сами двигаетесь в ритме вместе с группой, да. Ну, как бы, сами все осознаете, пишете, комментируете, да, но без обратной связи от нас. Стоит такой тариф 6900. 6900 рублей, да, на 75 евро примерно. Вот, тариф такой продвинутый, да, то есть уже и с обратной связью, и если... Вопросы. Вопросы, метафорические карты, да. Да, то есть это 10200 рублей. И, наконец, вип-тариф 21300 рублей, да. У нас есть уже человек, который будет участвовать в этом тарифе. Да. 240 евро примерно он стоит. Но, поверьте, когда вы платите, инвестируете в себя, вот это вот ключевое, вы не просто нам платите, вы в себя инвестируете. Больше, чем, допустим, могли бы, да, там, ну, вот, у вас есть возможность там сэкономить и пойти поэконом, да, но вы инвестируете больше, вы всегда и получите больше. Ну, это вот надежда, можно сказать, да, она сейчас на очень дорогостоящем обучении инвестировала в себя очень большие деньги, да, и уже по опыту знает, что... Какой... Ну, просто, опять-таки, очень большие деньги для кого-то 250 тысяч, это, ну, как бы обычный тариф, вот, для, например, моего окружения 250 тысяч, это достаточно такая отличная сумма, вот, и я просто понимаю, что, ну, вселенная, она балансна, да, чтобы выйти на другой уровень, когда ты платишь другим, ты покажешь вселенной, что ты готов дорого вкладываться, соответственно, она видит это как бумеранг, да, то есть и в тебя готовы тоже дорого вкладываться, поэтому если вы оказываете какие-то коучинговые, да, консультационные услуги, то есть то, что зависит именно от вас, то есть то ваше обучение, например, у нас, да, также подсвечивает вселенной о том, что раз вы готовы дорого заплатить нам, соответственно, вы готовы и дорого поднять сами цену и принять от вселенной, ну, как бы по балансной цене для себя, просто опять-таки дорого, да, что такое дорого, то есть, например, для кого-то 15 тысяч за сессию, это недорого, для кого-то там дорого 100 тысяч, а для кого-то и 5 тысяч дорого, поэтому вот это вот слово дорого, да, то есть, ну, всегда стремитесь брать лучшее, потому что это на вырос, да, это когда на цыпочках встаете, это говорить о том, что я стремлюсь к лучшим, когда у вас, смотрите, вообще развитие происходит в тот момент, когда есть небольшое напряжение, если небольшого напряжения нет в легкую, да, тогда, ну, как бы, ну, да, вы прослушаете курс, ну, да, там что-то узнаете, но, скажем так, да, то есть вот этого вклада нет, то есть когда даже у нас, знаете, у домовладовских выпускников была такая штука, что у нас не было единого тарифа для клиентов, мы под каждого клиента подбирали определенный тариф, потому что, например, человек, который зарабатывает миллионы и платит тебе 15 тысяч за сессию, он обесценивает результат, потому что, ну, это не так значимо было, и даже, например, заплатил 150 тысяч за эту же сессию, да, он уже по-другому относится к результатам и к тем выводам, которые он сделал, поэтому, то есть выбирайте тариф, да, исходя из ваших вообще возможностей, исходя из ваших потребностей, желаний, опять-таки на глубину, потому что людям с большим, как бы, тарифом, с большим тарифом мы, конечно, больше даем личного внимания, и, к тому же, на вип-пакете вы после, в конце, через 2-3 дня после марафона мы подводим итоги и намечаем с вами индивидуальный стратегический путь до реализации вашей цели. Это, как говорится, такое реализация желаний под ключ, вам только нужно будет сделать все шаги, которые вы сами себе наметите и согласуете с вашим подсознанием. Да, ну и тот, как на вип-тарифе, он получает больше всего бонусов, да, как мы уже в начале эфира сказали, если вы опоздали, Надежда проведет колесо баланса, да, то есть это сессия, она вообще дорогостоящая, да, но для вас пойдет бонусом, вот, более того, для вас пойдет бонусом все те бонусы, которые мы давали на предыдущих. А, эфирах. Вот, в общем, ну и индивидуальный чат обязательно, да, то есть с ведущими 24 часа в сутки вы можете задавать любые вопросы, получать дополнительные подсказки, дополнительные ресурсные карты, вот, ну, в общем, поверьте, с двумя проекторами это будет очень мощная для вас трансформация. Так, вижу, что вопросов нет. Тогда все, кто досмотрел до конца нашего прямого эфира, пишите, Данил, пишите мне, и мы вам вышлем активацию кода, сюрприза, который вам поможет также улучшить ваше сакральное изобилие. Ну что, спасибо всем. Благодарим, кто сегодня нашел время присоединиться. Благодарим всех тех, кто посмотрит этот, или посмотрел уже, да, этот эфир в записи. Вот, мы, скорее всего, проведем еще один эфир до начала марафона на следующей неделе. В воскресенье и, может быть, во вторник. В воскресенье, наверное, нет, я думаю, потому что два дня же мы дали, да. Скорее всего, в понедельник, в понедельник, да, будет эфир, и посмотрим, может быть, он будет последний. Вот, если будут запросы, может быть, еще один сделаем. Вот, в каждом эфире, да, мы даем какие-то бонусы, каждый раз какие-то новые, да, так что не теряйте нас, подписывайтесь на нас в Инстаграме, и следите за нашими прямыми эфирами. Вот, и до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.